Жители микрорайона Кольсаев Алматы подключили к централизованной системе водоснабжения. Во время объезда Медеусского района Аким Алматы Ербуладусаев лично оценил качество выполненных строительных работ. Сколько абонентов обеспечат бесперебойным водоснабжением и как решается многолетняя проблема с питьевой водой в районе, расскажет Адель Акжаркенова. В жилом массиве, присоединенном в 2014 году к Алматы, отсутствовали инженерные сети. Чтобы обеспечить микрорайон питьевой водой, по поручению Акима города Ербулата-Дусаева построили магистральную водопроводную сеть, которую соединили с водозаборной станцией «Балхаш». Было построено пять резервуаров и три скважины мощностью более 7 тысяч кубических метров в сутки. Резервуары уже прошли все необходимые испытания. Сейчас можно прям в текущем режиме уже подавать воду жителям посёлка Кульсай. Особенность этого резервуара, если вы обратите внимание, это расположение на возвышенности. Подъём воды осуществляется на высоту 109 метров. Теперь центральными коммуникациями охвачено более 2000 жителей микрорайона Кульсай. Кроме этого, данная магистраль будет обеспечивать бесперебойным водоснабжением и жилой массив «Юбилейный», где проживает около 4000 человек. Как отметил Аким Ербулат Дусаев, глава государства уделяет особое внимание водоснабжению и водоотведению города Алматы. Поэтому по поручению президента в Акимате намерены обеспечить стопроцентный охват питьевой водой. Особенно в верхней части города, в Медеусском и Бастандыгском районах, где расположены присоединённые территории, которые долгое время оставались вне внимания. Мы не только раскинули сети, но, если вы заметите, с меня дополнительные насосные станции, резервуары, для того, чтобы надёжное и стабильное водоснабжение обеспечить. Работы по прокладке инженерных сетей будут продолжены в 2025-2026 годах. За два года намерены построить 136 километров водных коммуникаций, которые охватят 20 тысяч алматинцев. В целом в мегаполисе по поручению Ербулата Дусаева с начала года построено 219 километров новых сетей водоснабжения и водоотведения.